Ой, ребят, пришло время разобрать разделы лексика и грамматика. Начнем с грамматики. Вы не против? Задание 19.24. Мне есть, что вам здесь рассказать. Итак, собственно, перед нами небольшой текст с пропусками и слова, которые необходимо преобразовать. Важный момент. Мы их меняем с грамматической точки зрения, меняем их форму. Внимание, форму слова, не часть речи. Это важно. Таким образом, если у нас пропуски существительные, a child, то есть совершенно очевидно, что слово останется неизменным. В этом задании мы встречаем ряд частей речи, которые регулярно там появляются, ну, постоянно. К ним относятся глаголы, и мы меняем глаголы с точки зрения времен, с точки зрения залога пассивного или активного. Далее. Также нам могут попасться причастия, да, причастие 1, причастие 2, соответственно. Модальные глаголы. Ну, здесь изменения по минимуму, конечно, но всё-таки. То есть сразу можете себе выписывать те темы, которые наверняка встретятся на экзамене, и те, что вам нужно очень внимательно разобрать. Первый, второй, нулевой типы условных предложений, но на самом деле следует разобрать также и третий. Смешанных точно не будет, поскольку задание 19-24 относится к базовому уровню сложности, то есть уровню А2, то есть такие суперсложные времена, суперсложные какие-то формы пассивы, также они не встречаются там, и условных предложений смешанного типа там также мы не встретим, это просто не соответствует уровню. На данный момент это так. Далее. Прилагательные и наречия. И здесь нас ожидают сравнительные степени. Конечно, самые базовые темы, ну, к примеру, сравнительная превосходная степень прилагательных. Вы думаете, вы там встретите какое-то простое прилагательное? Да, ну, может быть, простым, по быковыкой. К примеру, прилагательное big, что в нем такого, да, сделать сравнительную степень bigger, да, I don't know, this apple is bigger than that one, но нужно помнить, что если у нас односложные прилагательные с закрытым слогом согласные на конце, соответственно, он удваивается при добавлении суффиксов и окончаний. Нужно это помнить. Вот здесь будет задание на внимательность. Далее, числительные, порядковые, количественные нам дано в исходнике. Количественные числительные мы выменяем на порядковые. Чаще всего здесь тоже будут исключения, потому что тема базовая. Далее, существительные, как мы уже здесь вот видели словом child, тоже базовая тема, казалось бы, что с существительным можно сделать. Конечно, единственное число перевести, числа перевести во множественное. Ну, и что мы видим? Мы видим исключение, потому что добавлять просто окончание s, это слишком скучно, не так ли? A child, children, и всякие swine, swine, goose, gaze и так далее. Все это будет, конечно же, на годовом курсе. Если нам попадутся местоимения, то нужно помнить о разрядах местоимений, местоимений различных. Ну, очистите, например, личное местоимение I, а может быть оно будет возвратным, myself, да, может быть, me, а может быть, будет притяжательное местоимение my, а может быть, притяжательное местоимение абсолютная форма mine. В общем, все эти моменты нужно разложить по полочкам. Естественно, всю грамматику нужную, в том числе и для этого задания, мы пройдем на годовом курсе. Не переживайте, здесь важна внимательность. Как работать с этим заданием еще раз? Рекомендую вам прочитать этот крошечный текст с пропусками, не обращая внимания на сами пропуски, чтобы понять, да, общий смысл получить, вот, скажем так, при общее представлении о тексте, о ходе повествования, там ничего обычно замороченного нет, и можно сразу обратить внимание на мычки, потому что в грамматике что важно? Мычки. А тест — это всегда промычки. То есть это какие-то, да, слова, которые будут намекать вам на определенное время, определенный контекст. Это нужно все распознавать. Особенность теста, отличие теста от экзамена, в том, что ответ всегда находится внутри. Помните об этом в разделе «Лексика и грамматика». Это очень поможет. И практикуемся. Погнали!